Немецкий танк В основном там непрекращающийся экшен Отличительная особенность данного набора в том, что в нем можно собирать внутренности Вот, обратите внимание, 383 детали Я боюсь, что это будет очень трудно Но я не ищу легких путей Вот, собственно, это все разборные детали Их количество просто огромное Но зато пару деталей мне помогли оторвать Вот, они валялись просто в пакете Не отшкуренные вообще тут Некоторые уже отколотые Ну, надеюсь, они не такие важные Снова какие-то наклейки Что-то там, 13 Веселые Роджеры Красные звезды Несмотря на то, что ее детали Отлитненькое Откусываю не зубами А вот Такими кусачками Все равно остаются Неровности И вот такие маленькие заусенцы Как я уже знаю Они очень мешают дальнейшим И я решил кардинально с этим бороться И порывшись в своем хозяйственном ящике Я нашел Вот такой вот предмет Это шкурка Которую я спи***ил На уроке технологии В школе И вот Как она работает Вот такими вот Возвратно-поступательными движениями Она стачивает Неровности Ну Тут совсем маленький благород Ну ничего Вот Она Просто незаменимый инструмент В борьбе с такими заусенцами Вот Особенно здесь Просто ужасно В течение 15 минут Я уже соединил Вот Каркас Будущего танка В нем Очень много Подсказывающих Деталей Присутствует И все Все эти детали Они Легко Собираются Не знаю почему Так вызвано Со советскими Танками Были очень большие Проблемы А здесь 15 минут И уже Тушка Танка Готова Странно И вот Уже Спустя Некоторое Время Я Собрал Задницу Танка Вот Причем Детали Входили В друг Друга Как Кубики Лего То есть Очень легко Вот Тут Типа Двигатели Они не стали Наверно В комплект Кладывать Там Сзади Получается Пустое Место Хотя Может быть Просто Я его Еще До него Не дошел Поскольку Я помню Что Обычно У немецких Танков Впереди Двигатель Трансмиссии И прочее Вот Так В общем Пока Меня Этот набор Просто Поражает Своей Легкостью Ну Вот Я И Собрал Патраха Танка Вот Здесь Нафигение Трансмиссия Насколько Я понимаю Судя Про Рычажку Еще Много Рычажков Все Вот Эта Большая Деталь Она Отдельно Собирается И идет Внутрь Вот Так Здесь Конечно Была Большая Поглянка Там Было Заделано Очень Важное Отверстие Пришлось Просто Отрезать Крепление Чтобы Все Вставилось Вот И готова Колесная База Колеса Было Совершенно Несложно Нанизывать Собственно Мазнул Клеем И Вставил Мазнул И Вставил И Так Повторить Восемь Раз И Все Гусли Это Действительно Настоящий Ад Каждую Маленькую Деталь Надо Соединять Это Подобное Плетение Персидского Ковра Вот Я Стараюсь Их сразу Насаживать На Гусли Хотя То есть На Колеса Хотя Мне кажется Надо Их полностью Собирать А потом Нанизать Ну Неужели Сложно Вставить То есть Положить Коробку Новый Нормальный Гусли Резиновый А не Эту А не Эту Сборную Кошмар Просто Ну Вот Башня Собрана Даже Немножко Вертится Конечно Это Было Сложновато Поскольку Мало Было Креплений И Все Собственно Клеилось Друг На Друг Тут Еще Осталось Декоративный Элементы Собрать Ну Это Потом Гусли Конечно Это Дикий Ужас Спустя Громадное Количество Времени Я так И не Смог С ними Собладать Их Заклеил Одну Сторону И то Из-за Того Что Я Пользуюсь Моментом Появляются Какие-то Желтые Пятна Как будто Проролу Общественный Туалет И Образовалась Огромная Лужа В которой Собственно И проехал Мой Танг Создателям Эти Гусли Нужно Срочно Делать Этаназию Потому Что Это Просто Травмирует Детскую Психику Вот Эти Вот Эти Вот Мелочности Каждая Деталь Она Просто Отнимает Громадное Количество Нервных Клеток Для Автоматизации Этого Идиотского Процесса Я Решил Их Наклеивать На Клейку Ленту Вот Так Вот Как потом Отделять Клейку Ленту Это уже Другой Вопрос Ну Вручную Без Поддержки Просто Нереально Ну Вот Собственно Что Получается Да Конечно Тут Скотч Все Такое Клейка Лента Точнее Но Процесс Существенно Ускорился И Не забывайте Что Всегда Можно будет Сделать Обрезание Скотча Все Тут Можно Отрезать И При Последующей Покраске Я думаю Это не сильно Будет Видно Ну Вот Гуси Наконец И Собраны Не Передать Словами Чего Мне Это Стоило Пришлось Конечно Все Заклеить Все Проклеить Белый Ну Это Не Так Сложно Покрасить В этот раз Я решил Покрасить Мой танчик Гуашью Тут К сожалению Только Шесть Цветов И Не Оказалось Черного Поэтому Низ Придется Докрашивать Акварелью Вот Здесь Ухлопная Труба Приделана Все Как Положено Наконец Мой Танк Собрался Полностью Вот Колеса Коричневые Вышли Черного Цвета Конечно У меня Мало Было Но Все Что Есть Ну Низ Все Равно Никто Не Будет Смотреть Так Что Вот Белый Камуфляж Точнее Можно сказать Начало Марта 42 Года Сражения Активные Идут На советской Территории Вот Этот Танк Огреб По полной Вот Так Сборкой Лично Я доволен Набор Оказался Очень Легкий И И Плюс Гуашь Придала Ему Прекрасный Оттенок Огром Оттенок Огром Оттенок У Огром Огром Оттенок Огром Прекрасного Огром